Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу вам рассказать о двух коробочках Эльбокс, которые пришли мне уже достаточно давно. Одна из них мужская коробочка. Вы, наверное, видели у других бьюти-блогеров. И вот почти закончила пользоваться моей коробочкой. Хочу рассказать вам. В этот раз она была очень большая. Как вы можете видеть, полностью все продукты находились в этой коробочке. И вот такая маленькая черная коробочка. Естественно, мой муж протестировал, но не очень он захотел показываться перед камерой, поэтому за него я расскажу об этой коробочке. Так, что мне больше всего понравилось, что здесь было несколько больших полноценных продуктов, которые действительно стоят внимания. Прежде всего, это вот такой большой флакон крем-геля для тела с эффектом похудения, так скажем, против целлюлита, против каких-то бугров, с эффектом подтягивания тела от фирмы AlgoTerm. Что я могу сказать? Очень мне понравилось нанесение. Такое, знаете, приятное ощущение на коже появляется, немножко холодка, и вот после того, как вы нанесёте, когда этот крем впитается, кожа действительно становится на ощупь, такой, знаете, немного подтянута. Я не могу сказать, действительно ли происходит процесс похудения. Я не думаю, что от кремов и гелей есть такой эффект только от них. Всё это должно происходить только вместе с какими-то другими упражнениями, диетой. Но на коже он действует очень замечательно. Кожа становится действительно немножко подтянутой, да? Не понимаете. Не скажу, что, может быть, целлюлит пропадает. Но использовала его вот так. То есть, ещё полную банку не использовала, поэтому не могу судить о том, что пропадает целлюлит или нет. Увлажняет замечательно кожу. В общем, этот продукт мне очень понравился, и мне было безумно приятно получить такую огромную бутылку и протестировать. Неоднократно в своих видео говорила, что почему кладут для тела такие маленькие флакончики. И вот Эльвокс решил всё-таки положить огромную бутылку, чтобы мы смогли попробовать. Так, следующий продукт, который я вообще была удивлена, что он попался в коробочке и в такой большой версии, это эмульсия от Ла Прерри. Эмульсия с морскими водорослями для лица, для глаз и для шеи. Просто безумно классная штука. Мне очень понравилась. Жалко, что она быстро закончилась. Я бы, наверное, ещё использовала бы не один флакончик. Что мне больше всего понравилось? Она прекрасно ложится на лицо, не утяжеляет. Нет никакой, знаете, маски, нет никакой плёнки. Наносила я её в основном вечером, на ночь, для того, чтобы моя кожа восстановилась, как-то напиталась. И её можно, я думаю, использовать на день. Ну, когда, например, будет чуть-чуть теплее, её можно использовать. Она такая достаточно лёгкая. Я, в принципе, поняла её как эмульсию-сыворотку. То есть у неё, может быть, такое двойное действие. Но не знаю, можно ли на неё сверху ещё нанесить крем. В общем, всё-таки это как крем, может быть, сыворотка, флюид, что-то в этом роде. Как она действует под глазками, мне понравилось. Она вот сразу расправляет вот эти все неровности под глазами, какие-то мелкие морщинки. Конечно, не убирает большие, глубокие морщины, но она хорошо, хорошо расправляет личико. Личико просто вот подтянута. Эффект лифтинга, наверное, что-то в этом роде. За счёт, не знаю, морских водорослей, которые в составе этой сыворотки, может быть, за счёт этого. Понравилось, что ещё у неё есть такая помпа, да, дозатор. Не нужно лазить пальцами, что мне всегда не нравится. Следующий из ухода. Это был крем, который, в принципе, я ещё не использовала до конца. Увлажняющий дневной крем с лифтинг-эффектом. И он, прежде всего, направлен для борьбы с преждевременным старением и уже с морщинами, которые у вас образовались. Называется он Pro-Age Bio Sensitive. Он по своей структуре достаточно плотный. Очень мне понравилось оформление. Очень так богато смотрится и приятно такую баночку взять в руки, нанести на лицо. У меня, знаете, неоднозначное отношение к этому крему. Пахнет просто замечательно, приятно. Знаете, вот такое сочетание какого-то йогурта с какими-то фруктами. Но на лице немножко тяжеловат даже на ночь. Может быть, для зимнего времени ещё подойдёт. Для весны, лета, не знаю, для молодой кожи, наверное, всё-таки будет немножко тяжеловат. И я так поняла, что это всё-таки крем для возраста от 35, потому что он всё-таки тяжелит. Тяжелит состояние, да, такого немножко плотного крема. Ощущаешь плотный крем на своём лице. Но вот, если тут указано, что это дневной крем, то я его могла использовать только на ночь. Для дневного использования, ещё раз повторяю, то, наверное, всё-таки нужно использовать его либо зимой, либо если у вас возраст уже более 35 лет, когда вам требуется действительно такой лифтинг-эффект. Обычно все лифтинговые крема, они плотные по своей консистенции. И возрастная кожа, она такая достаточно разнообразная, суховатая и быстро всё съедает моментально. Поэтому и этот крем подойдёт, прежде всего, для этого возраста. Если вы так не считаете, может быть, пользовались этим кремом, напишите, пожалуйста, потому что у меня вот неоднозначное такое ощущение этого крема осталось. Следующая этой же фирмы, VETA FLORIS. Это эликсир или сыворотка с эффектом сияния. Тоже для, так скажем, возрастной кожи, для предупреждения преждевременного старения. Сыворотка мне понравилась. Она достаточно, знаете, лёгенькая, в отличие от крема. Ну вот, выглядит она такая вот, как водичка. Наверное, ничего не видно. И чуть-чуть слегка увлажняет. Она очень-очень такая лёгкая по своей консистенции. Ни капли не плотная, а наоборот, такая лёгенькая. Приятные ощущения, но я не могу сказать, от такого маленького пакетика, какие у неё действительно такие... какой эффект она делает, то есть, что она действительно делает с лицом. Ну, думаю, что она просто один из помощников для борьбы с преждевременным старением. Так, следующее, что у меня было в моей коробочке, это тоник от профессиональной компании Коди. Таких тоников у меня было несколько, то есть, в различных коробочках Эльбокса они выпадаются. Очень нравится. Хороший тоник. Справляется с очищением кожи на ура. Может быть, для сухой кожи он несколько жестковат. Для сухой кожи, может быть, требуется немножко такой гелеобразный тоник. Но для моей кожи мне понравился. Вот уже он мне заканчивается. И я, конечно, ещё бы хотела, что, может быть, приобрету такой тоник, потому что мне он нравится. От этой же компании Академии у меня в коробочке был такой вот гаммаж, можно сказать, или скраб, у которого есть два действия, которые можно наносить и на сухую, и можно на влажную кожу. В принципе, он мне нравится. Но я как-то, знаете, такого особого суперскрабирующего эффекта от него не заметила. Неплохой, неплохо он кожу, так скажем, полирует. И такой приятный, приятная кожа после использования. Ну вот, у меня нет ни вау, ни минусов каких-то. Мне нравится, ну, он, в принципе, на достойном уровне. Я забыла вам ещё по уходу за лицом показать крем от Пайо. Вот крем от Пайо мне очень понравился. Это первый продукт от этой компании. Как-то раньше я относилась скептически. Есть у меня к некоторым продуктам какая-то предубеждённость, не знаю почему. Причём вот к Пайо я как-то никак не относилась, да, можно сказать. Просто никогда не попадались мне продукты для тестирования. Никогда не пробовала. Вот этот крем Гидрокрим от Пайо очень понравился для использования его днём под макияж. Он быстро впитывается, и в то же время он увлажняет кожу, не плывёт он как-то вот в течение дня. То есть макияж можно наносить, и он не жарнит кожу. Вот такой, можно сказать, универсальный. Я думаю, он и для комбинированной, и для какой-то такой нормальной, немножко суховатой кожи подойдёт. Несмотря на то, что он увлажняющий, очень увлажняющий, да, но он, опять же, не жарнит кожу. И я бы ещё раз попробовала. Мне понравился. Однозначно, наверное, может быть, себе его куплю. Вот такой крем. Для волос в этот раз у меня были два продукта от Арафлюда. Это шампунь и кондиционер. Насколько я знаю, это профессиональные средства. Понравились. Хорошо использовать их. Волосы, в принципе, главное, что не стали хуже, суши или не стали ломкими. Всё остальное, я считаю, что примерно одинаково действуют все остальные шампуни, кондиционеры. Кондиционер мне понравился. Он хорошо увлажняет волосы, хорошо как-то они расчёсываются после использования. Чампунь обычный, ничего такого суперэффекта не заметила. Маловато, правда, что у меня в коробочке было средство для тела. То есть, это гель для тела от Ивроше. После бальзама, который мне попадался в коробочке, я как-то вот прониклась к Ивроше. И теперь у меня все продукты, которые попадаются, или которые я пользуюсь, мне нравятся пока. И вот этот гель с яблоком. Просто-просто такой восторг. Просто, когда я использую его, купаюсь с ним, потом очень такое приподнятое настроение от этого запаха. Сразу как-то чувствуется или весна, или лето. Знаете, какое-то такое тёплое состояние на душе. Кажется, что на улице уже нет этой слякоть, и грязи. Но вот такие ощущения вот этого запаха. Классный. Классный действительно. Он такой яркий запах. И сам по себе гель достаточно хороший, увлажняет хорошо кожу. Кожа такая приятная на ощупь после использования. Видите, уже заканчивается, потому что он мне не понравился. Еще у меня был кондиционер для волос от Revlon. Но как-то я не поняла его использование, и не поняла этот кондиционер, потому что никакого как-то эффекта не заметила. Но я так поняла, он как-то призван увлажнять волосы. Не то, чтобы они были пышными или какими-то рассыпчатыми. Просто вы брызгаете, и они должны быть у вас более увлажненными. Я так поняла. Не знаю. Кстати, если у кого есть такие кондиционеры, или кто понял их эффект и заметил на своих волосах, пожалуйста, напишите, потому что у меня нет никакого. Следующим продуктом, который мне очень безумно понравился, это была тушь от Хелены Рубинштейн. У меня уже была, кстати, тушь от Хелены Рубинштейн, но какая-то другая. Это Lush Queen Celebration. У меня была просто Lush Queen. Это даже мне понравилась больше. Щетка. Просто замечательная. Она, я думаю, и не большая, и не маленькая, средняя, но такие классные делают ресницы, очень объемные, длинные, и не осыпается. Она действительно делает такие ресницы, которые мне нравятся. Они не супер драматичные, знаете, с такими, не такие огромные и не маленькие. Нет такого эффекта натуральности, который не очень люблю в тушах. Я люблю все-таки что-то среднее. И действительно объемность придают. Также из декоративной косметики у меня был вот такой лак Lorraine в оттенке C10. Такой розовый, но он с золотистым шиммером. Мелким-мелким, золотистым таким переливом. Классно, конечно, лето. Он очень красивый. Он очень хорошо ложится. Мне понравился. Он не облетает, он не слазит через два дня. Лак, в принципе, достойный. Я не могу сказать, что я так прям супер профи в лаках, потому что я как-то не крашу ногти. Они у меня гелевые. Но, в принципе, я использую для педикюра, поэтому имею представление о том, какие лаки. Вот этот мне лак было интересно попробовать. Хороший цвет. И последнее, наверное, что было в этой коробочке, это два средства, два парфюма. Один для него, другой для неё, от Гуччи. Но я их ещё не открывала. Вот, в принципе, могу открыть для вас. Что я могу сказать? Такой достаточно восточный, немножко рисковатый. Такой пряный немного запах. Ну, немножко мимой. Ну, если его использовать зимой и на какой-то вечерний поход, то можно ещё использовать. Но, в принципе, знаете, вот когда его так распробуешь, очень даже ничего, так скажем. Ну, немножко рисковатый. Ну, немножко рисковатый. И, ну, мужской запах я не буду нюхать. Мне сложно описывать мужские запахи. Дам его мужу. Пусть он потом понюхать мне скажет. Итак, это была моя коробочка. Водельбокс, по-моему, это... Сейчас я сделаю обзор на мужскую коробочку со слов моего мужа, потому что сама я только могу показать данные продукты. Итак, давайте расскажу вам про мужскую коробочку. Что понравилось, не понравилось моему мужу. В общем, рассказывалось его слов. Прежде всего, ему очень понравилась вот эта система от Вэлла. В принципе, у меня тоже была женская. Мне тоже понравилось. Все он достаточно профессионально, на достойном уровне. Один из них рефреш-шампунь. Такой освежающий, такой, так скажем, бодрящий. И sensitive шампунь. Такой вот для чувствительной кожи головы, увлажняющий. В принципе, больше всего вам понравился этот рефреш. Очень такие приятные, шелковистые волосы, как он говорит, с носа. И такой вот рассыпается. В общем, его тут больше всего. Но, видите, не очень упаковка сломалась. Следующий шампунь, который ему не очень понравился. Это шампунь, кстати, один знаменитый. И во многих салонах, во многих парикмахерских используют этот шампунь. Но он сказал, что кроме того, что он пахнет цитрусом, больше никакого такого эффекта нет. И, ну, в принципе, неплохой, но ничего, особенно цитрусовым, цитрусовым, таким, мятным запахом. Цитрус мин. Ну, вот я сейчас нюхаю. Мне цитрус не очень понравился продукт. Это крем для тела. От Алина Занскар. Увлажняющий крем для тела. Линджи и Шиитаки. Такая упаковка. Мне, кстати, нравятся продукты от Алина Занскар. Крем неплохой. Влажняющий, по словам моего мужа. Он мазал его на руки, на тело немножко. Ему понравился. Такой достаточно увлажняющий. Так, следующее. Здесь очень много идут дальше парфюмов. Практически одни парфюмы. И вот из ухода еще остался вот такой крем Аквапар от Биотерм, который ему безумно понравился. Он сказал, что мало. Ему нужно еще такую упаковку. Очень классно увлажняет лицо. Восстанавливает. И у нас мужчины не привыкли пользоваться все-таки кремами. И у них, конечно, зачастую немножко грубая кожа. Особенно зимой. Им требуется все-таки как-то восстанавливать. Даже хотя бы на ночь использовать крем. Но муж использовал его как раз на ночь. И он ему понравился. В принципе, я как-то тоже дарила какие-то средства из Биотерм. Но вот это ему средство больше всего понравилось. Так, и дальше идут практически, да, все парфюмы. Итак, давайте я вам покажу, что прежде всего, что не очень понравилось ему. Это 21 от Dolce & Gabbana. Он сказал, что очень резкий запах. Очень такой, знаете, притерный и очень удушающий, что даже болела голова. Но, может быть, кому как. Кому не очень понравилось. Еще не очень понравился запах от Arman Bassi. Хотя, вот запахи Arman Bassi, что женские, что мужские. Немножко, знаете, вот такой запах. Я бы не сказала, что дешевый. Но он несложный. Поэтому, может быть, он многим и не очень нравится. Он достаточно такой, знаете, свежий. Но он простоват. Как-то все-таки ноты какие-то простые. Выглядит вот так. Как, в принципе, и у меня. Мне тоже присылали в одну из коробочек. Ну, вот, по словам мужа, пахнет одеколоном. Поэтому... Следующий парфюм, который понравился. Это Dolce & Gabbana Light Blue. Такой свежий, освежающий. Очень приятный. Так, Dolce & Gabbana Sport, я смотрю. Тут практически уже ничего не осталось. Сказал, что очень-очень понравился вот этот Dolce & Gabbana Sport. Такой легкий и классный на день. И чувствуешь его просто, знаете, такие... Тонко он наносится как-то, знаете, на тело. То есть, тонкий запах идет от тела. Никакого душающего запаха нет. Так, естественно, понравился лакост. Потому что он у меня фанат лакоста. У него есть и полноценный вариант лакост. Поэтому тут тоже мало. Так, что у нас следующее? Еще вот Huga Boss. Такой вот. Тоже мне от тёрки тоже понравился. Сложно мне описывать запахи. Поэтому, видите, я послала мужа, что понравилось, что не понравилось. Я вам рассказываю. Все-таки это как там... Мужские запахи. Это все-таки сложновато для меня. Ну, что я могу сказать? На мой женский запах. Мне нравится. Так. И очень понравился Armani Code. Armani Sport Code от Giorgio Armani. Он был в такой приятной миниатюрке. Видите, такая версия. Очень приятно держать в руках. Здесь матовое такое стекло. И запахи Armani Code. Мне нравятся. И мужские, и женские. Вот, знаете, этот даже мне хочется использовать на себе. Не скажу, что он такой прямо легкий, приятный. Но он очень такой, знаете, немножко древесный, немножко мускусный. И в то же время легкий. Классный. Просто обожаю Armani Code. И муж тоже понравился. И корей еще была. Тоже уже у нас не осталось. Выбор из головы есть. Понравилось. Да. Наверное. А, вот еще один парфюм. От John Warwater. Artisan Black. Вот такой он был. Такой тоже легкий. Ненавязчивый запах. Сейчас вам скажу. Ну, такой. Хороший. Хороший приятный запах. И еще были два лица. Три таких пробника для отбеливания зубов. От компании GoSmile. В принципе, две использовали. Одна осталась. Со свежающей мятой. Или две их было. Я точно не помню. В общем, осталась у нас вот такая. Со свежающей мятой. От одной капсулки сложно сказать. Есть отбеливание или нет. В принципе, немножко, немного полирует зубы. И так вот чуть-чуть, может быть, осветляет. Но, в принципе, нужно, конечно, вот эти все отбеливающие средства использовать курсом. Тогда, конечно, будет эффект. От одной не будет. Ну, хотя бы просто попробую. В коробочке вот было две системы, да. Два пробника. Один GoSmile. Система домашнего отбеливания зубов. Стоит она, кстати, 20 капсул. 3,890. Нужно носить на каждый зуб 2 раза в день. В течение недели. И тогда будет происходить отбеливание. И вот второе, второе, что у меня осталось, это капсула освежающая мята. Совершенно улыбка. Ну, просто, я думаю, такое с освежающим мятным запахом. Что еще уникального в этой системе, что можно использовать это отбеливание, да, в любом месте. То есть, это не нужно как-то наносить какие-то пластины, какие-то, не знаю, крем не нужно носить. А просто вы открыли вот эту капсулку и нанесли на зубы, да, после того, как, например, попили, поели. И у вас уже будет происходить отбеливание. То есть, все достаточно просто. Ничего сложного в этом использовании. Поэтому, наверное, и уникальность. Итак, это был мой обзор двух коробочек женской и мужской. Надеюсь, вам был интересен обзор. Может быть, для кого-то какие-то продукты я открыла, да. Может быть, вы, посмотрев, что-то возьмете, купите для себя. Не знаю. В общем, надеюсь, обзор коробочек вам нравится. Пишите, пожалуйста. Просто, надеюсь, обзор коробочек для вас как-то открывает новые продукты, может быть. Ну, это, в принципе, тоже самые обзоры, которые я делаю, покупая какие-то себе вещи. Почему мне нравится делать обзоры коробочек и почему мне нравится получать коробочки? Это, прежде всего, какая-то новинка, которую я, может быть, не смогу, естественно, купить. Потому что я не могу купить все себе по финансам, да, причинам. Не могу все себе купить. Но зато, попробовав, я могу представить, что я куплю себе, что мне понравится, что не понравится. Также я могу рассказать вам. Поэтому я считаю, что коробочки – это очень отличный вариант, так скажем, проверить продукт, достоин он покупки или не достоин. Итак, спасибо всем за просмотр. Всех люблю, целую. И до новых встреч. Пока-пока.